Состоянием сознания, если вы смотрели эксперименты и так далее, мы столкнулись с такими, я бы не назвала это проблемами, но с теми вопросами, которые приходится решать в походу. Мы обращаемся к информационному полю, как правило, когда? Когда мы хотим получить какую-то информацию, называем это интуицией, например. А второй вариант, когда мы опять-таки обращаемся к информационному полю, это когда? Когда мы хотим воздействовать. Воздействовать на что? На кого? На людей, на событийный ряд, то есть то, что называется моделированием реальности и так далее. Вот оба эти обращения к информационному полю, при них уже используются обязательно какие-то психотехники. Но мы столкнулись с такой проблемой, что когда человек обращается за информацией или с целью внести информацию какую-то дополнительную, он выходит в это поле с какими-то своими убеждениями, представлениями, программами. И он смотрит на мир через призму своего восприятия. И если вам доводилось смотреть видео наших экспериментов, там вообще это настолько четко видно, когда человек даже меняет терминологию. Если у него, например, нет технического образования, то какую-то техническую часть оттуда взять он не может. Если нет психологической базы, то там обрезаются знания его. То есть тогда идут обтекаемые формы, какие-то мысли, образы, информация уже нормально не дошифруется. То есть у нас обязательно существует своя призма восприятия. Но одно дело призма образовательное, другое дело, когда у человека есть система убеждений. Система убеждений, она обычно за собой тянет программы, какие-то эмоциональные включения, страхи. Под ними есть обязательные ресурсы, поднимаются какие-то травмы человека, целый комплекс. И вот человек начинает идти куда-то, и вдруг у него в системе ценностей есть дьявол. Он обязательно его встретит. И, соответственно, он будет смотреть информацию, брать не чистую, а через призму дьявола. Точно так же, я называю это тараканами, вот эти программы, и их у человека очень много. Если мы думаем, что эти тараканы не только касаются работы с информацией в области саморазвития, то эти же тараканы, они лежат в основе психосоматических моментов при заболеваниях человека. Эти же тараканы, они влияют на жизнь, на отношения, на наши инстинктивные реакции. То есть инстинктивные реакции у нас вообще, они перинатальный период записаны в нашем теле в своем большинстве, потом еще плюс записаны жизненным опытом. Поэтому, когда начинаешь вот с этими вещами работать, понимаешь, что для того, чтобы относительно чисто брать информацию, либо гармонично выстроить, цель всех вот этих практик на самом деле гармония. Для того, чтобы жить не страдая, как говорил Будда. Мы выстраиваем свою жизнь в гармонии, мы моделировать реальность, зачем хотим. Для того, чтобы чувствовать себя спокойно, надежно, защищенно, с любящими рядом, близкими и так далее. Для того, чтобы у нас гармония была выстроена. Для чего мы информацию берем? Опять-таки для того, чтобы быть обеспеченными, чтобы у нас все в жизни было в гармонии. Мы в спокойствии ищем, мы в гармонии ищем, мы к ней стремимся. Поэтому, когда начинаешь вот эти вещи смотреть, то их нельзя разделить на отдельную энергетику, там еще отделить на какие-то практики ментальные, на какие-то практики астральные и так далее. Получается, что в основе всего лежит человек, как центр вселенной, и его система ценностей и убеждений. Как ее проработать быстро, эффективно, причем так, чтобы этих тараканов погонять, и вроде как не больно было. Вот одна из таких задач была поставлена перед Женей. Мне хотелось тогда за основу взять техники РПТ, но при общении мы выяснили, что техники РПТ могут быть только какими-то побочными звеньями. Потому что это классический подход, разбить жизнь человека по параметрам, и потом каждый параметр исследовать в отдельности. И так как мы все настолько уникальны, у нас нет с вами одинаковой системы ценностей, у нас нет одинакового взгляда на жизнь, у нас нет одинаковой призмы. Значит, под каждого человека еще помочь подобрать техническую базу. То есть, я понимаю, как трещала голова у Жени, когда он вообще первоначально дал мне согласие на сие мероприятие, на эту программу. Ну, насколько я понимаю, по мере нашего общения, все сложилось так, что будет 8 дней программы, да, 8 дней будет отрабатываться по определенным параметрам, с определенными техниками, будет вести. А 9-й день у нас бонусный, это не вчитывая шаг. Там будет бонусный день, один специальный, там будет техническая база, та, которая в эфире, ну, на сегодняшний день, насколько я понимаю, не была. Чтобы было понятно, о чем мы говорим, сейчас я говорила много слов, да, но мы же каждый слышим по-разному. Я обычно предлагаю людям прожить на себе вот те вещи, о которых я говорю, там, или вот Женя будет говорить. То есть, взять какую-то практическую часть, поставить какую-то сегодня задачу, да, и взяться за ее решение. У нас же сегодня не просто, там, презентационная встреча, чтобы я рассказала, ой, какой классный Волков от Зайцева. Я знаю, какой он классный, я с ним уже, он уже второй год работал, или третий, уже не помню сколько. Ну, погоди себе. Да, вот, погоди, можно снимать. А вот, здесь задача, чтобы каждый из тех, кто придет на мастер-класс, поэтому сейчас немножко речь, пока люди собираются еще, да, задача в чем? Задача в том, чтобы каждый прочувствовал на себе, как это все работает, что мешает в работе, да, и как это можно все сдвинуть, подвинуть, как можно себя изменить для того, чтобы решить какие-то свои же жизненные вопросы. Потому что на курсе мы будем решать, каждый будет работать с собой, решать свои вопросы. Мы не будем там кого-то жизни учить, еще что-то, не, все по практике. По практике и на изменения. Те, кто со мной работал или вот тренировался, или в экспериментах участвовал, все знают, практика занимает 99% времени, да, здесь будет то же самое. И сегодня мастер-класс я предлагаю построить вот по этим же принципам. Мы с Женей пока разговаривали, я сделала предложение ему такое, чтобы завести человека в точку А, в пространстве вариантов. И с этой точки А, это вот момент здесь и сейчас, каждый увидел те варианты, какие у него в принципе сейчас есть, да, но как можно изменить себя до точки Б и какие варианты раскроются дальше, да. Ведь когда говорят, что пространство вариантов у человека безгранична, на самом деле оно безгранична. Оно ограничено лишь нашим, нашим призмам восприятия. И если мы не можем себе позволить точку Б, что-то нам мешает в нее передвинуться, то, соответственно, те варианты, которые открываются в точке Б, дома закрыты. Вот, и вот это будет следующий шаг, который мы будем делать сегодня. А предшаг, который мы будем делать вначале, практически, вот Женя сейчас пару слов скажет, это определение вообще, зачем мне идти в точку Б и вообще нужна ли мне точка А. То есть немножко поисследуем себя для того, чтобы нам это упражнение вообще в принципе было нужно, да. Потому что умом мы обычно понимаем одно, а когда начинаю загружаться в измененное состояние сознания, вдруг оказывается, что он у нас очень сильно развел, он нам это совсем не надо, что за этим стоят совершенно другие проблемы там. Но у меня проблема, ну, как девушки очень часто говорят, я хочу выйти замуж, помнишь, да? Я хочу выйти замуж. Там девушка у нас одна на курсе заявляла, очень хочу, зачем тебе замуж? Ну, надо, чтобы муж содержал, да. Так тебе деньги нужны или мужчина, да? Уже двойка. А если копать лучше, то там эта двойка превратится вообще в такую зрелистую дорожку, и тропинка придет вообще, приведет неизвестно к чему. Может быть, там и не деньги, и не мужчина, и там вообще какая-то своя замысловатая вторичная выгода. Вот. И вот эти самооследования зачастую, они важны. Сейчас передаю слово Жене. Я понимаю, что я тебя уже пригрузила, можешь? Тормозить, да? Спасибо, это большое. А... Субтитры сделал DimaTorzok